Ну что, продолжим? Давайте Всё-таки оставишь перегресень Конечно Должно быть гербом Санты И конфетки Мы продолжаем Продолжаем И вот в этом вот завале Входит, а вот это для Марины, кстати, да Вот здесь вот На, Марина Пососи Прямо не обязательно было Однако Полежи хотя бы Полежи Я же не намекаю, чтобы она тут лежала передо мной Ты уже два раза намекнул В смысле? Да нет, всё Ты о чём? У тебя испорченный мозг, посмотри У меня, да Я этого никогда не отрицал Окей Ладно, в общем, стенка рушится Вбегает Тут же по пружинке этот товарищ И тут же получает Из нога на пулю в лоб Боже Чё там было? Я давно соскочил Чё там было? А где ивент? Сейчас Новый год Я говорю ивент Новый Так вот Чел влетает Какой левер Какой левер Какой левер Какой левер Гринча пулен в лоб из нагана и падает плашмя. Я так с этим, с кляпом во рту, с носком этим, такой, обрадовался, такой... Лумпа-умпа, говорит он. Когда мы можем что-нибудь сделать? Сбегают вниз, и там лежит этот мальчик полубессознательный. Я могу подойти развязать? Нет, я говорю, может быть... Я кричу, что вы делаете? Что-то, может быть, вас развязывают крючо я. Сбегают там по лумпой и начают вас развязывать, да. Что вы делаете, что происходит крючо? Отлично. Нас пришли спасать, короче. Умпа-умпа. Я к Гринчу этому обращаюсь, он же разговаривает. Я всего-навсего спасаю Рождество, говорит он. Меня развязали? Я Гринч спасаю Рождество. Все правильно делаю. Здесь у нас все наоборот, ты что, не понял еще? Меня развязали, Кляп? Да, да. Ну, Кляп я сам себе, например, вытаскиваю. Глядом у твоих ног ползает полуочнувшийся мальчик этот. Я подбегаю, бью ему в щи прям, просто беру за волосы. Сзади подходишь ты. Заметил, что меня известно. Ладно, нет, ладно, хорошо. Я подбываю руки, встаю. С острым наточенным леденцом звучат рождественские песни. Ты снимаешь с него. Мишо, говорит он. И леденцовому по горлу. И после этого мы говорим о том, что наша интерполярная гильдия, изготовитель Лакрица, восторжествует. Я понял тебя, исламист чертов. Ты злой. Так, да. Не, ну, говорит, мы же не по-настоящему. Леденцом-то ничего же мы не будет, говорит он. Вы же сами понимаете. Ты злой, я тебе не дам это сделать. Максимум, что у него поет, это слюни из-за этого. Он мальчик, он ребенок, с умой работает для того, чтобы такие как он были счастливы. В этот момент я говорю... Мэйбл, Мэйбл, успокойся. Вот, держи леденец. В этот момент я вздыхаю... За леденец спасибо. Так, давно пиво бил. У нас, говорит он, всего лишь пара минут есть. Давайте быстро собираться и уматывать. Я говорю, подожди, дай, подожди. Красно-черный. Обоссусь сейчас. Растегиваю, суну, мальчик. Так тебе его еще тащить, говорит он. Зачем ты сейчас ссышешь? Ну, нас... А вы никуда его не утащите. Ай! Ну как тебе, урон от? А, нравится? С пользой Аркану, сделай с ним что-нибудь. Наверное, машет. Я хочу с помощью Арканы заставить исчезнуть то... То, чем он... Да, чем он, да. Все это дело проделывает. Заставить исчезнуть. Аркана десятая... Нет, девяткая. У тебя девятая Аркада? Да, у меня девятая Аркада. У тебя из рук это пропадает. И дальше ты писаешь под себя просто. Я пытаюсь напрячь мышцы и перестать. Не волнуйся, это все лишь люди. Просто стало холодно, и оно втянулось. Холодновато здесь. Черт. Прилагаю, вытянуй улицу. Перестать после того, как у тебя уже все штаны там такие. Я так отрякиваю штаны, и говорю, ну, нет худа без добра. Нет добра без худа. Зампалумпы в аталяме пакуют этого Тома, мальчика. Я хочу их попробовать оттащить от него. Бросаюсь к ним и как бы защищать мальчика. Один из зумпалумпов, так обернувшись вокруг, нагалтело прикладом, дает леммингу в подбородок, он отключается. О, да. Не имею ничего против. Фэйт ту блэк, господа. Че это за звуки? Я пыталась. Дальше не будем вспоминать, что произошло. Но в целом, короче, вас где-то тащили, где-то там опустили через... Нет, вытащили своим ходом. А, Ву, а за это время у меня писька обратно появилась. Скоро узнаешь. Ну ты периодически щупал. Она проявляется только у тех мальчиков, которые хорошо себя ведут. Периодически щупал себя там, конечно же. Узнаешь в следующей серии. По привычке. Был очень сильно напуган. Но в итоге ты понял, что это, наверное, все-таки иллюзия, так успокоил себя. Ну да, да, да. Наверное. Сидит и успокаивает себя. Это иллюзия, это иллюзия, это иллюзия. Она есть. Я на всех... А посмотреть боишься. С момента, как у меня исчез пинус, я на всех смотрю с подозрением. Потому что знаю, что все могут владеть арканой. И типа думаю, кто же это был, черт, а? Кто же такой сволочь? Хорошо. Начинаем с того, что струя холодной воды влетает Леммингу в лицо. Все козлы. Ты лежишь на лавочке. Рядом с лавочкой стоят все твои товарищи, которые сюда привели. Это все тот же... Давай переместим лавочку немножечко сюда. Надеюсь, чтобы этот лавочек... Больше на алтарь похоже. Все, нормально, это лавочка. Алтарь. Леммин приходит в себя. Во имя сатаны, конечно же. Во имя крампуса. Приходит в себя во имя сатаны. Да, я хочу быть не за крампуса, я не за сатану, а за сатану. Здесь стоит большой стол, с которой стоит крампус. Он так стоит, поставив одну ногу на стул. Рукой он под таким градусом острым держит сигару, сморщив один глаз. Смотрит на карту, смотрит на вас. Вот я же обещал вам, что вернетесь. Очень веселенье. А сигарку можно у вас взять? Угощайтесь, говорит он. Открывает. Что происходит? Угощаюсь сигаркой. Виски там все дела. Мы же обещали нам ситуацию с клонами и с карточками. Мы не понимаем, что происходит. Пару леденцов для Мейпл, пожалуйста. Он делает такой показательно удивленный вид. Говорит, вы же не поверили мне? Как мы могли поверить? Вы же думали, что вы живете в какой-то рождественской сказке, говорит он. Вы же думали, что что-то может взяться из ниоткуда и потом преобразиться в какое-то что-то красивое и раздариться по всему миру? Да, да, да. Я так не думал. Так и есть. Как говорил Шекспир, говорит, Крампус выпускает большое такое облако дыма. Из ничего и выйдет ничего. Я так на Шекспира напрягся немного. Мак, как говорит... Кто такой? Да. О Шекспир такой. Ирландский. Вот. Известный поэт. Из ничего и выйдет ничего. Вы же не думали, что на... Он начинает подсчеты. Два миллиарда детей. Может работать кучка из нескольких тысяч гномов, эльфов и так далее. Это все без привлечения каких-то внешних инвестиций. Мы можем. Мы волшебные эльфы-санты. Мы можем все. Он смеется. Да ты вообще ничего не делаешь. Ты только мишек обнимаешь. Я их тестирую. Это очень важная работа. Ну и ты тоже сначала делать. Так, ребята, давайте успокойтесь. Там можно просто узнать всю информацию. Говорю, я вот так вот, знаешь, встаю так между ними двумя. Я их как бы не расталкиваю. Повтори вопрос. Теперь вдруг проблеск интеллекта вдруг не с того ни сего. Что за вопрос еще раз повторить? Мне виски дали. Все в порядке. Повтори вопрос, я не слышал. Я говорил, что ребята, ребята, давайте успокоимся. Мы просто должны выяснить, типа, информацию. Что от нас хотят здесь теперь? Что нам скажут? Мне интересно. Крампус ворачивается к вам и говорит, что... Ну, в общем, это сейчас последний раз, когда я вас могу отпустить. И после этого даже сделать ничего не буду, вы учтите. Либо, говорит он, подняв палец, другой рукой вынув сигару изо рта и выпустив дым. Вы можете попытаться исправить. Немножко отыгрыша. Я проникаюсь сразу, потому что поднятие большого пальца вверх — это приветствие по-ирландски. Это на самом деле так. Я сразу так зауважал чувака. А у них в организации ИГИЛ — это вообще очень показательный жест. Большой палец... Это указательный палец вверх. Да, да, да. Есть же, брат, да? Указательный палец вверх, они вот так. Они все так обычно фотографируются. Ты уже показывал, но, да, Вол? Сеть было видно, да. С отрезанными головами такие, знаешь. Этот, как они говорят обычно, Крампус великий, ай, брат? Крампус из-за байсикл. Для начала, говорит Крампус, у меня есть один эльф, который работает в отделе инфотехнологий. Он там пишет всякие игрушки к Рождеству, ну вы знаете эту херню. Планшеты, вся фигня. Так вот, он может пустить на основные экраны то видео, которое мы можем сделать с вами. Мы же захватили мальчика, говорит он. Вы понимаете, что такое мальчик в наших руках? Это преступление. Это почва для фантазии. Я не знаю, что это. Так, все, теперь мне не нравится никто. Вообще. Одни какие-то исламисты. Он вам предлагает видео, в котором мальчик будет стоять на коленях, а ему будут леденцом вести по горлу, после чего он будет падать. И будет звучать рождественская музыка, но такая, с мотивами ирландскими там каким-нибудь. Почему вы хотите этим добиться, этим видео? Мы хотим показать, что Рождество бывает другим. Да, Ирландия независимая страна, добавляю я. И мы все, говорит он, независимые товарищи. Вы понимаете это? Каждый из нас личность. Классно, слышишь, козлодогие. Если вы личность, а чего вы за деньги на чужого дядю работаете? На какого дядю? Говорит он. Он говорит, что все вот эти несчастные, они там за гроши горбатятся на сам. То есть вы такие независимые. Чего бы вы от этого отказались и нашли бы себе другого работодателя нормального? Это мы и пытаемся сделать, говорит он. Ум, а единица. Какого хрена? У нее троечка, не говори. А троечка? А, да, троечка. Вы понимаете, что все то, что видит мир, говорит он. Все то, что видит мир и все то, что знает про Рождество и про рождественскую деревню. А вот вам не насрать. Это всего-навсего показуха. Вот эти все красивые Санта, там три с половиной гнома, которые там что-то строгают. Вы же понимаете, это все показуха. Это не показуха. Это строится на костях, на крови и на поте. Это наша жизнь. Обычных, бедных гномов и умпа-лумпа. Это мечта и вера детей в чудо. Вы не должны перушить эту мечту. Это вам, говорит он, повезло быть частью золотых десяти тысяч, которые сидят там наверху. Я так подхожу к Мейбл. Вам, говорит он, повезло. Доверительно. При этом, будьте уверены. Тебе не дают всех леденцов, которые... Будьте уверены, вы уже не первый и не вы последний. Почему вы не помните своего детства, говорит он? Ну, мое детство было очень давно. Конечно, я его не помню. И никто из вас не помнит. Я помню! Потому что все вы. Я был в Ирландии. Лишь череда клонов. Которая служит во славу капитализму. И Санта-Клаусу. Этому... Этой иконе. Той иконе, которую он создал. Да я вам революцию. И что в этом плохого? Посмотри на этих детей. Это все держится на костях, на крови и на поте. Ладно, мне не нравится. А почему вы просто не попросите его улучшить вам условия жизни и работы? Да, давайте обратимся к нему. Что мы не просили, говорит Крампус и смеется. Значит, вы неправильно просили. Может быть, вы плохо просили. Может быть, вы не слышали истории про Крампуса и Санта-Клауса, говорит он? Посмотрите в Википедии, почитайте. Что об этом пишут? Николай Чудотворца в таком случае, а не Санта-Клаус. Говорит он, я, конечно, понимаю, что историю пишут победители. И везде Крампус это какой-то черт, это какой-то дьявол, это какой-то негативный персонаж. А Санта-Клаус везде добрый такой паренек, который кричит хо-хо-хо, и все происходит само собой. Вовсе нет. Ладно, хорошо, Крампус. Так ты предлагаешь этого засранца в итоге-то наглого прирезать в натуре или просто сделать только вид? Что значит прирезать, говорит он? Ну, прирезать. Ну, в смысле, башку ему отрезать? Нет, ни в коем случае. Провести леденцом по горлу. Это же символично. Слушай, давай еще по губам одним предметом проведем. Которого у тебя нет? Вот вы говорите, что вы весь такой добрый и хороший, а Санта плохой. Если вы это сделаете, то чем вы тогда будете отличаться от Санты? Вы разве зла будете хорошим? Тут дело не в хорошести и плохости. Тут дело в том, что многие еще даже не слышали о том, что есть такой человек, как Крампус, и такая организация, как ИГИЛ. Ну, допустим, организация звучит... Мы должны быть на всех таблоидах. Зачем? Когда мы будем на всех таблоидах... Так вам это нужно? Вам нужна популярность? Это будет только начало. Вы еще не слышали мой план. Крампус, а можно посмотреть о вашей организации в Википедии? Буклетик, да, знакомительный. Хорошо. Мы хотим услышать план. Набрать Википедию ИГИЛ. Хотите поговорить о Боге? ИГИЛ и найти всю информацию. Это абсолютно открытая информация. Четненько, четненько, да. А можно мне планшетик? Конечно. Самсунг, айфон. По барабану. Главное, чтобы... Леново. Выход в вафлю был там. У вас вафли же здесь работают? Ну, я просто спрашиваю, чего вы от нас хотите? А ДСЛ у них. Они же бедный район. А, ну да, да. По карточкам. Соскармарики по дэму, как старик. Я хочу, чтобы вы изменили Рождество, говорит он. Я хочу, чтобы вы сделали, чтобы Рождество было праздником... Святого Патрика! Для всех. Хорошо. Для кого? Всех. Он не оценил мою инициативу по поводу Святого Патрика. В смысле, для кого? Всех. Всех, значит, всех это всех. Рождество это и так праздник для всего мира. Рождество. Его, это моя идея в том, что это не праздник. Жертвец тоже все время дал. Жертвец тоже постоянно говорит, что это праздник для всех. Для всех христиан, говорит он. Крампус христианин. Так, а ты христианин? Я так, знаешь, типа... А так и нет. А ты в кого веришь? Я, говорит, он верил в единого бога, как бы его ни называли. Ну, так и что ты тогда заборачиваешься на определениях? К хануку. К хануку. Рождество. У них там свой правый праздник. Абсолютно все другие праздники, которые там зимние. И должны избавиться от всякой религиозной пропаганды, которая сейчас исповедуется. Религиозной пропагандой избавиться? Я за. Все, давай, я с тобой. Пошли. Ненавижу эту говно. Пусть это будет общий, мы назовем его просто зимний праздник вокруг елки. Да, сделайте свой дельный праздник. Не только для тех, кто хорошо себя вел в христианской традиции, говорит он, подняв палец. Указать, что я со мной взяли. Для всех, говорит он. Так подожди, ты веришь в единого создателя или нет? Верю, говорит он, верю. И как зовут твоего единого создателя? У него много имен, скажет он сейчас. Нет, подожди, пальцы подымает он. Я считаю, что саентология, говорит, она наиболее близка к истине. Ага, вот ты и зашкварился, петух. Она не признает определенного бога. Мы считаем, что древние пришельцы создали всех. Но это не важно. Давайте не будем на это ориентироваться. Я считаю, что религия должна быть максимально далека от какого-то социума или от денег и всего прочего. Верьте во что хотите, хоть в макаронного монстра, как вы, говорит он, показывает на тебя. Я так, знаешь, типа, откуда он знает? Черт. Так какой у вас план, конечная цель какая? Он задумывается и говорит, мы должны уничтожить... Символ Рождества. Потом говорит... Санта-Клауса? Ёлку? Полярный экспресс? Я уже не доумеваю. Полярный экспресс? А потом ёлка. Полярный экспресс? Ждут подарки от Санты. Конечно. В Африке. Умирающие, пухнущие от голода дети. Ждут подарки от Санты. Неужели ты думаешь, что этим детям есть какое-то дело с какой-то ёлки и полярного экспресса, говорю я? Да ты слушай, вот это ведь только начало. Им будет дело, после того, как это покажут по всем новостям. Им будет дело. Сначала покажут Тома здесь. Потом покажут полярный экспресс и ёлку по всему миру. И после этого новый рождественский праздник. Который у нас будет называться просто зимний праздник красивой украшенной ёлки, когда все дали другу подарки. Вы же хотите, ну что ж, Тём. Отличное название. Правильно я понял. И всё это всё-таки без странной религии? Абсолютно. Максимум, что это будет использовано. А, ты знаешь. Это будет праздник имени встреч Аллы Пугачёвой. Я люблю леденец. А ты слышишь, леденец. Но ты мне не нравишься. И я готова засунуть леденец тебе в одно очень неприятное и неожиданное место. Мейбл заговорилась страшным, серьёзным голосом. Даже я напрягся. Хорошо, Лизон. Я дам вам 10 минут, чтобы подумать, потом я вернусь. И вы дадите свой ответ. Он выходит через какую-то дверь. Да не 10, 10 леденцов. Дель закрывается. Вы остаётесь здесь. Решайтесь. Я сижу молчу, скритив руки на... Они какие-то экстремисты. Я считаю, что он сумасшедший, я говорю. Он хочет испортить жизнь миллиардов детей. Он хочет дать Рождество другим детям, у которых сейчас нет Рождества. Которые никогда не знали Рождества. Но он хочет сделать это, уничтожив Рождество, которое безразлично этим детям. У них будет праздник ёлки, вокруг ёлки. Если мне праздник ёлки, будет новый праздник у них. Даже не можешь сказать, что это за праздник. Не важно, как он называется. Главное, что он будет. Праздник будет у всех, а не только у кого-то. А зачем для этого уничтожать Рождество? Пускай сделают просто свой праздник. Они пытаются насильно кому-то навязать свой новый праздник. Нужно ли им это? Кто насильно кого-то навязывает? Через насилие. Через насильно это не насильно. Через насилие они пытаются создать новый праздник. Уничтожить ёлку это насилие. Она таким насилием. Никто не пострадает. Пострадает только ёлка и экспресс. А я прикинул, ребята, хорошее название. Я так буквы разложил. Если аббревиатуру составить, получается зипкуё. Хорошее название для праздника, по-моему, пацаны. Давайте примем зипкуё. Хорошо, зимний праздник. Красиво крашить ёлки. Отличное название. А что, новый год уже не в тренде, да? Зипкуё, мой френд, зипкуё, зипкуё, зипкуё. Френд зипкуё. Так, короче, я голосую. Голосую, я за революцию. Я тоже. Я за независимость. Я не понимаю вообще. Я за независимость требует революции. Альтернативную историю создать. Вот в чём смысл. Смысл создания альтернативной истории. Можете выступить за Санта-Клауса, напоминаю. Нет, альтернативную историю о Рождеству сделать. Я тебе сейчас не как персонаж, а как человек скажу. Чувак предлагает сделать праздник, который будет доступен всем. Не только детям, которые хорошо себя ведут. Детям, которые верят в Санта-Клауса или какую-то грёбаную ёлку. Чувак предлагает сделать праздник для всего мира. Для детей всего мира. Но как он собирается это сделать? Он собирается сделать уничтожить прошлый праздник. Он просто уничтожит символы. Во-первых, он собирается уничтожить таким образом. Он уничтожит символы и тем самым подорвёт доверие к Рождеству. То есть он уничтожит Рождество. Вот именно. Он собирается уничтожить праздник. Он собирается уничтожить праздник. Он показал себя неэффективным. В его глазах. Все люди счастливы. Не ему это решать. Смотрите, на улице посмотрите, кто счастлив. На эти трущобы посмотри, кто счастлив. Да, выйдет, действительно, ты находишься сейчас в трущобах. Они просто могут взять и уйти. Центр капитализма. Они не могут взять и уйти, в том-то и дело. А вы думаете, что жизнь не изменится? Они не могут идти на конфетную фабрику. Конфетная фабрика разорилась. Секундочку, подумайте о следующем. Он сказал вам только о том, как собирается уничтожить Рождество. Он не сказал... У него нет плана о том, как создать новый праздник. Он думает, что он уничтожит Рождество и все. Так что ж ты не спросил его? Дальше сам появится новый праздник. Почему ты его не спросил об этом? Потому что это существо, это какой-то псих. Мы можем думать, что он же ирландец. Да с чего ты взял, что он ирландец? Потому что он знает, что я на ирландское приветствие. Я Санте тоже не доверяю. Я на лекизнему забрали у меня всю мою карточку, все мои деньги и выперли на улицу. Я больше не доверяю Санте. И абсолютно без вариантов хоть как-то доказать свою правоту и без вариантов вернуться. Я тоже не доверяю Санте. Вы не разговаривали с Санте. Пошел в жопу с Санта. Вы разговаривали с его представителем. Но не с ним самим. Это все равно, что с Сантой разговаривать. Кто тебя подпустит к Санте? Ты только невинный, что ты думаешь, что ты поговоришь с Сантой. Сколько раз в своей жизни ты разговаривал с Сантой, а? Его хотя бы в глаза подразделили. То есть вы готовы принять участие в этом шутке, он выходит под елку и говорит «Хоу-хоу-хоу-хоу». Перерезают горло леденцом. Символически? Санте это просто красный кардинал. Санте это просто красный кардинал, но правят всем этим сижу. Вы думаете, он на этом остановится? Вы думаете, он на этом остановится? Он хочет, он певал меня, между прочим. Он хочет начать с убийства ребенка. Про убийство не говорили. Какое убийство? Леденцом вот так вот сделать это убийство. Вы думаете, вот это вот на вот этом закончится, да? Конечно, это буду делать я, и я не позволю пререзать ребенка. Я не верю. Ты вообще не стал кашем. Ответьте мне на единственный вопрос. Вы думаете, что уничтожив Рождество, он остановится на этом? А что, по-твоему, он еще уничтожит? Если не уничтожит, мы его остановим. Восьмое марта. Да. А если он захочет заменить еще какой-нибудь праздник? Более за. Главное, чтобы не День Святого Патрика. А если он доберется однажды до Дня Святого Патрика, посчитает, что почему только ирландцы и англосаксонцы празднуют День Святого Патрика? Тогда мы пойдем воевать. У нас останется День Рождения. Отлично. Если он про День Святого Патрика... Если он решит отменить День Рождения. И сказать, пусть лучше все празднуют в один день. Это гораздо удобнее, и все будут счастливы. Тут речь не о подарках, тут речь о тех работниках тяжелых, которые работают, чтобы подарки все эти сделать. Знаете, как бы, работников можно освободить без уничтожения праздника и через насилие установление нового праздника. Насколько я понял, это диктатура. Расчетство — это капитализм, надо его уничтожить. Насколько я понял, тут просто диктатура. Нельзя их освободить, потому что они по факту нелегальны. Здесь капитализм, здесь не десплатура. Хотя да, десплатура. Они нелегальны. Вот эти все чуваки, которые в трущобах живут, они по факту преследуются законом. То есть их загнали в гетто, и они там сидят, они не могут оттуда выйти. У них нет ничего. То есть они как рабы. Ни медицинами нету ни образования, ничего у них нету. Их загнали в гетто, а и нас вместе с ними сейчас загнали в гетто. Да. Потому что у нас вообще-то, на самом деле, если бы все было... Нас не загнали, нас от наших козлоногих, да? Нам предложили купить... А чё, билетик обратно? Если бы не было... Вот именно, если бы не было никаких... Мы бы нормально вернулись, сказали, что мы выжили, и нас бы приняли. А так нас просто заменили, а нас настоящих отправили на свалку. Я нахер... А из-за чего, вы думаете, поезд перевернулся? Вот из-за этих придурков. Мы отсутствовали... Мы отсутствовали, всего один день, и нас уже заменили. Возможно, это был способ открыть нам глаза. Я послалюсь, какова ваша цель? Стать твердой на ноги в этой жизни. Обратно если вернуться, и будет он вперед. И для этого вам нужно уничтожить Рождество. И для того, чтобы вот открыть нам раз, два, три, четыре, пятерым глаза, погиб целый поезд рождественских санта-клаусовских эльфов. Вспомните об этом. Это просто клоуны. Откуда ты знаешь, что они погибли? Мы тоже просто клоуны, если верить вашему Крампусу. Потому что эта летающая штука сказала, что выживших нет. Я помню свое детство. Между прочим, летающая штука сказала, что выживших нет, не заметив даже нас. Да, а мы, между прочим, были выжившие. Как минимум пятеро выжили. Откуда ты знаешь, что не выжили еще пятьдесят? А остальные? Короче, я не буду воевать против этих несчастных, которые загнаны здесь и живут. Я тоже не буду воевать против рабов. Я за независимость Ирландии. Кто в Ирландии? Я против системы. Да, английская текстура. Английская текстура. Капиталистическая это, да. А я просто хочу маленьким мальчикам водить и под горло лепиться на них. Попытаемся сделать минимум насилия. А я не хочу воевать. Я против насилия. Я против уничтожения праздника. Нельзя ручить жизни детей, ради которых мы всю жизнь работали. Между прочим, все. Это наш долг. Если вы открываете дверь, входит в Крампус. Я говорю, что-то новое надо разрушить старое. Где-то такие стихотики получаются. Крампус пришел, ребят. Господа. Козлы. Точнее, товарищи. Он говорит, товарищи, конечно же. Господа. Прежде чем бог снили мне. Товарищ. Подумаю руку. Я построю тут, понимаешь. Я просто плачущий. Полярный волк тебе. Кое-какие документы, которые украли наши уважаемые товарищи. Некоторые здесь ценой жизни. Украли, мы сделали, нарисовали себе. Снова включается проект, он отступает. Берет сигару. Я скептически вот так боком стою смотрю. Я вам таких документов нарисовать могу сказать. Он явно там классифайт. Не умеешь рисовать документы, у тебя слишком мало интеллекта, и ты обнимаешь мишек. Вот именно. Для рисования интеллект не нужен. Документ только для глаз Санты называется. Ты напишешь доклады обнимания мишек. Отстой. И дальше вы видите один из планов, как производить обновление кадров. Называется.